Если ты посмотришь вообще на то, что происходит, ты обнаружишь, что коронавирус здорово испортил репутацию не только летучим мышам и китайцам, но и православному богу. Тоже испортил репутацию. Вот уж прям богу? Конечно, конечно. Причем испортил окончательно. Вот до поры до времени все шло предсказуемо, тускло, обычно. Ну там попы, ну архиереи, ну покричат, ну позовут народ в свои поповники, соберут побольше. Вся эта фразеология про то, что здесь можно заразиться только вечной жизнью, бог не попустит. Ну а потом все эти протеереи, протедиаконы и архиереи и игумены, они получали, значит, свой пирожок с ковидом, с ковидом, прошу прощения, пирожок с ковидом, да. И заразив десяточек коллег и пару сотен прихожан, отправлялись как бы прямым путем в крематорию. И вот очень хорошо осведомленный в делах патриархии и в состоянии клира Вигелянский, есть такой, в общем, поп, известный в Москве, он честно говорит про то, что в его сословии, в их поповской среде заражено где-то примерно 5%. 5% попов заражены. Я просто хочу на этом акцентировать, почему? Только по той причине, что вот когда происходит эта процедура так называемого причастия, то есть поедение кусков тела Бога, первым всегда причащается священство, первыми всегда причащаются попы, и потом уже эта чаша, из которой попы ели, выносится народу. То есть если среди духовенства есть хотя бы один коронавирусный, гарантированно вся вот эта вот длинная цепочка старушек, не очень старушек, будет заражена. Ну, в общем, все было, что... В монастырях, я так понимаю, вообще там мы просто про многие не знаем. Там просто полнейшая жопа, да, там полнейшая, но там есть возможность это утаивать и скрывать. Но мы уже знаем и про Почаевскую, и про Киево-Печерскую лавру, и про Троицы-Сергиеву лавру. Мы понимаем, да, что такая же история с семинариями, которые, по сути, что это такое? Это гарем у местных гипископов-архиепископов, где тоже все... Ну, скажем, казарма. Очень тесные связи, скорее, все-таки гарем, Оленька. Будем чуть-чуть романтичнее, да, уж прямо казарма, да. Но если все всегда происходило и совершалось довольно буднично, то теперь мы видим уже такие знаковые, красивые, потрясающие драмы. И эти драмы годятся в любой учебник, хоть в учебник по теологии, хоть в учебник по криминалистике, хоть в учебник по атеизму. Вот послушник Троицы-Сергиевой лавры, Дмитрий, всего-навсего узнав, что он заражен коронавирусом, он покончил с собой, причем... Александр Глебович, вот вы сейчас трактуете как-то особенно. Я читала специальную подробнейшую статью, в которой написано, что он сбежал из больницы, в которой он находился на излечении как раз. После чего позвонил своему духовнику, или я уж не знаю там какому начальнику, и сообщил, что он обрел Иисусову молитву, на что ему батюшка сказал, что ты в прелести. Он обиделся, и после этого все случилось. Нет, у меня немножко другая есть версия. И это очень впечатлительный, очень умный, как ни странно, мальчишка, которого вот то, что называется, швыряло по жизни и по его поиску, и по его в том числе богоискательству, да, потому что мы абсолютно ведь не понимаем, что он имел в виду и до какой степени был ехидин, говоря про Иисусову молитву. Но я подозреваю, что, конечно, это самосожжение было актом отчаяния и актом вот того самого распада веры. Но самосожжение, само собой, примечательно, что для самосожжения, например, прагматики, да, они используют бензин, там, напалм, керосин, различные технорастворители. Вы сейчас технические подробности лишние говорите. У нас, знаете, как сурово. Правильно, сурово, да, а я всего-навсего описываю, но никого не подговариваю. А мы не описываем, да, вот мы только рассказываем про то, что там, например, сторонники здорового образа жизни с этими целями применяют всякие экологические жидкости, то есть ели с пониженным количеством всяких углеводородов, да, и с высоким содержанием спирта. Потому что они все дают мгновенную воспламеняемость объекта и равномерное распространение пламени и такую продуктивную температуру. А вот послушник Дмитрий, он ведь очень неслучайно пропитал одежды своя лампадным маслом. И это действительно редчайший случай. Конечно, он эгоистично поступил, потому что надо было попросить товарища снимать процесс хотя бы там с трех точек, потому что я тебе могу сказать, это первый случай такого рода. Я же большой Оля. Я абсолютный специалист. Я публичное самосожжение, я совершал, наверное, раз 15. И, наверное, раз 5 это было стопроцентное горение. То есть, когда горит все полностью, включая сапоги кирзовые, которые сгорают до такой степени, что прям вот падают с ног. Я тебе могу сказать, что если эту одежду пропитывать маслом, то происходит медленное разгорание, которое может продолжаться и минуту, и полторы. Это надо обладать какими-то невиданными способностями и хладнокровием, чтобы разгореться. А мальчик разгорелся до такого состояния, что получил 90% ожогов кожи. И, тем более, это все происходило драматично ночью на паперте, на паперте местной больничной церкви. Этот огонь расползался по нему, он терпел. И почему он так жестоко и глупо убил себя? Конечно, не из-за этой ссоры со своим духовником. Я подозреваю, что это произошло из-за огромного разочарования. Потому что ведь вот это... Он же видит, да все это видят. Это вот очень важный момент, который мне, например, для меня было открытием. Я всегда думал, что моменты, когда происходили атеистические сдвиги в сознании человека на протяжении всей его истории, это моменты либо научных открытий, либо моменты, когда эти научные открытия становились уже абсолютной будничной нормой жизни и понимания. Либо это были великолепные работы атеистов, публицистов типа там Ламетри. Но я думаю, что огромное, конечно, разрушающее для религии влияние имели все эти эпидемии, когда люди имели возможность наблюдать абсолютное бессилие молитв, бессилие причастий, бессилие попов. И вот эта вот молодежь воцерковленная, к которой относится, и вот этот Димитрий, послушник Троицы Сергия Велавра, это как раз представитель того поколения, одураченного поколения, который пришел в церковь, примкнул к ней как к организации, которая декларирует необычайную силу, связь с всесильным существом. А оказалось, что это просто маргинальная, костюмированная секта. Поэтому тут для молодого и романтичного человека здесь огромное разочарование. И этой секте абсолютно нечего противопоставить, в общем-то, пустяковой по меркам Вселенной беде. Александр Глебович, простите, вот ровно к тому, о чем вы сейчас говорите, это интересная версия, я понимаю, что это версия. Просто как раз диакон Андрей Кураев в интервью своем рассказывал, как разные эпидемии, совсем по-разному переживала, в том числе и православная церковь, и далеко не всегда она требовала, чтобы все приходили к причастию. За разных больных, наоборот, изолировали. Много всяких было уже приемов, они уже были. Кстати, о самом диаконе Кураеве вас все спрашивают. Его сегодня запретили в служении. Ну, вы знаете, ничего в его жизни не изменится, потому что диакон, он ведь не имеет возможности самостоятельно совершать какие-то так называемые таинства и на этом зарабатывать. Это как раз самый бескорыстный человек в этом смысле. Да, некий неудельный поп, которого уволили за штат, которого заставили каким-то образом уйти из системы, он имеет возможность зарабатывать где-то крестинами, где-то венчанием, где-то отпеванием, но диакон такой возможности не имеет. И я думаю, что влияние на материальное благополучие Кураева это запрещение никак не окажет, но в случае чего, конечно, Кураеву надо помогать, при том, что на другой стороне баррикад, но тем не менее он всегда вызывал и вызывает у меня огромную симпатию своей храбростью, своей отвязанностью и своим великолепным умением видеть объективную картину. Но тут атеизм, знаешь, далеко и глубоко не спрячешь даже подряд. А мы знаем, на кого его учили. Но вот, кстати, тоже... А про схи и гумены еще очень интересуются. Еще один персонаж. Я тебе просто говорю, смотри, в Свято-Елизаветинской церкви, точно зная, в Свято-Елизаветинском монастыре, точно зная про зараженность игуменья и попов, какая-то несчастная девушка в очереди к причастию умоляла, рыдала, просила дать ей разовую ложечку. Другую ложечку. Да, ей сказали, все, вали отсюда, иди в другой молитвенный дом. И причастили этим зараженным причастием 970 человек. И понятно, что там, ты не поверишь, да, и ничего не действует. Вот никаких уроков они не извлекают, потому что, во-первых, сейчас в Москву подана заявка, что необходимо сделать в Москве, чтобы прекратить коронавирусную эпидемию. Необходимо организовать огромный крестный ход. Одна колонна пойдет с востока на запад, а другая с севера на юг. И в определенном месте... Чья идея, скажите, Александр Глебович? Это на самом мрачном черносотином сайте было опубликовано. Там какое-то... Но это уже оформлено в такое предложение. И они должны сойтись крестообразно, так, чтобы, во-первых, этот крестный ход было бы видно сверху. Кому-то, вероятно. Ну да, космонавтам же интересно, что у нас там. Но и не только сверху, но чтобы и демоны подземные тоже услышали бы топот этих ног. А по поводу этого безумца Схиегумена Романова, да, действительно, он проклял всех тех, кто пытается соблюдать карантин. Он проклял тех бедных и попов, и министров, и президентов, и... Боюсь, даже и патриарха. Совершенно верно. Всех тех, кто, в общем, пытается каким-то образом вложиться в выздоровление страны. А то, что ему запретили проповедовать, то, что ему запретили нести эту ахинею, ну, это абсолютная наивность, это очень смешно. Ему в его монастыре, где он давно установил, где вообще в любом монастыре есть феодальный уклад, где он, по сути, божество, никто ему ничего запретить не может. А через его монастырь проходят в так называемые церковно-праздничные дни до 10 тысяч человек. Это абсолютные фанатики-зомби. И их мировоззрение формирует этот фанатичный поп, и никакой его якобы начальник. Кирилл Екатеринбургский, который его запретил, да, он не имеет и сотой доли влияния, которую имеет этот уголовник Схиегумен. Значит, не пришел еще конец всей православной конструкции. Нет, нет, а помнишь, я же... Потому что все равно остаются эти люди, никуда не деваются. Остаются и никуда не денутся. А по поводу их всевластия, помнишь, да, когда еще мы не исчерпали окончательно тему святых, я рассказывал про блаженного Прокопия Вятского, у которого во рту оставался там один, единственный, исключительно гнилой зуб. И когда к нему пришла какая-то купчиха с жалобой на зубную боль, он этот зуб прилюдно выдернул, который выделился в потоках гноя, засунул купчихи в рот и заставил сосать. И она, голубушка, смиренно делала это и благодарила это о том, какую огромную, действительно, абсолютно параноидальную власть порой имеют эти старцы, эти духовники. Там было, помнишь, святой Феофил, который мазал себе руки специально экскрементами и копил за неделю к воскресенью. К счастью, не помню, Александр Ильич. Я рассказывала об этом, Оленька. Можно я заплуду? Это житие святого Феофила. Нет, так самое интересное, что эти барыни, которые приезжали к нему исповедаться, они дрались за право вытаскивать эти полные горшки и их мыть. Это я к тебе к тому, что действительно это очень нездоровое поклонение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!